Доброго времени суток, YouTube! Сегодня я снимаю фавориты апреля месяца. В принципе, я обычно стараюсь вам показывать только то, чем я пользовалась. Что-то новенькое такое, да, что приобрела и стало ли оно моим фаворитом. Сегодня как-то у меня чуть побольше получается фаворитов. Значит, быстренько приступим. Итак, Belle Cocktail – это гель для душа, Strawberry and Milk. Это из приза, который у меня, видите, я его потихоньку расходую. Из приза от Helen Lin, который я выиграла в ее конкурсе. Как-то у меня обычно несколько гелей для душа бывает, и вот наконец-то и до него уже больше половины нету. И, ну, очень он мне полюбился. Далее из ухода для тела вернулась я вот к такой Dr. Organic. Organic Aloe Vera Gel Double Strength. Гипоаллергенный. Покупала я его на Кипре, в аптеке. Так как сейчас начался сезон эпиляции, то после эпиляции этот гель самое то. То есть, чтобы волосы не врастали, чтобы не было раздражения. Просто супер быстро впитывается, увлажняет, антисептическими свойствами обладает. Ну, в общем, алоэ есть алоэ, да. В общем, хорошая штука. У меня был гель с Таиланда. Долго я его расходовала тоже. Он мне очень нравился с алоэ. Он вообще не пахнет чем. У этого вот цвет алоэ сохранен. То есть, он мне для волос. Глискур я показывала в своих покупках. И мне этот шампунь понравился. Как-то давно я не пользовалась этой серией. Могу сказать, что он не хуже по своей мягкости, чем Голдвелл. Вот Голдвелл из миниатюрки, из Эльбокса, по-моему, было или из Глэмбокса. Ну, не хуже Глискур. То есть, в принципе, даже после этого шампуня можно совершенно спокойно вытирать, сушить голову, если у вас нет времени. Или вы забыли про кондиционер, маску или еще что-либо. После него волосы нормально расчесываются, не спутываются. И даже вот окрашенные, да, или эмилированные. Мне понравился как бы сам эффект. Ну, конечно, я не призываю отказаться от кондиционера или от сывороток всяких. Но, в принципе, шампунь мне понравился. Еще одну вещь покажу. Виши Хом. Это гель с салициловой кислотой для умывания. В общем, ну, так смешно получилось. Этот гель подарили моему мужу на день рождения. Я подрезала грамотно. Он мне очень нравится. Он так неплохо пенится. Он отмывает, ну, не то чтобы до скрипа, но очень чистым лицом кажется. Я его использую только в утренние часы. Не пробовала им еще смывать косметику. Думаю, что, наверное, это лучше как бы не экспериментировать. Хотя, ну, можно, чем черт не шутит. Мне понравилось, что он с салициловой кислотой. Он, конечно, пахнет так по-мужски. Но, с другой стороны, после умывания, после того, как мы смоем его, никакой отдушки совершенно не остается. Для лица моими фаворитами на этот месяц стали два вот таких вот средства. Первая сыворотка корейская с экстрактом улитки. Я ее уже показывала. У меня есть отдельное видео. И отбеливает, и защищает, там увлажняет, борется с акне и постакне. Нужно очень-очень немного. Там помпа, буквально одно нажатие, пара капель хватает нанести на все лицо. И самое интересное, я еще до сих пор белая. И вот такой вот крем от компании Mizon. Я не знаю, как читать. Mizon, Mizon. Тоже корейский. Тоже он с экстрактом улитки. Он для жирной, проблемной кожи с акне, с раздражениями, с чувствительностью высокой, повышенной. Единственное, что я заметила после где-то трех недель его использования, что не надо его использовать два раза в день. То есть он все-таки вот появляются мелкие. Я вижу, как поры забиваются, и вот роговый слой затягивается. Я уже просто вижу, что на том месте может образоваться прыщик. Вот тут у меня такое как раз вот местечко. Оно, я вчера просто все почистила, как говорится. И, ну, заметила, что вот видно, что забиваются. А раз поры забиваются, кератиновый слой сверху образуется, все, это 100% будет прыщ. То есть тут даже, блин, гадалки не ходи. Поэтому я его оставила пока только на утренние часы. Использую то его, то Colorifying от Clinique серии Anti-Blemish Solutions. То есть, ну, так вот чередую. Но сыворотку использую каждый день и утром, и вечером. Она мне очень-очень нравится. Так, теперь что касается декоративной косметики. Все осталось, в принципе, так же, как и было. Я в цветах макияжа металась между фиолетовыми, розовыми, там, зелеными, болотными, хаки, смоки. Ну, в общем, как-то все в одном-в одном вертелось. Ничего нового. В принципе, можно сказать, что показывать даже и нечего. Еще раз покажу вот эту палетку от Pupa. I Love Silver. Это из наборчика вместе с карандашом. Очень мне понравились тени. Необычное сочетание вот этого вот коричневато-серого и серебристого. Да, они перламутровые, ну, в принципе, как почти все тени от Pupa. Хайлайтер там неплох. Беленький. Вот такой. И вот этот вот черный мокрого асфальта. Вот очень-очень неплохо они сочетаются. Надеюсь, что все видно. Неплохо они смотрятся на глазах. И мне эта палетка понравилась. Когда, как говорится, не знаешь, чем накраситься, выбирай Pupa, и все будет отлично. Карандаш для глаз. Тоже, кстати, от Pupa купила вот такой вот 0,8. Растушевка тут, конечно, бестолковая. Она мне как-то не особо. Но он сам по себе серо-коричневый. То, что надо. Очень классный. Я просто... У меня много карандашей от Pupa, но я почему-то никогда не обращала вот на серо-коричневую гамму, на коричневую, на черную. Без подобный карандаш. Не знаю, как сказать. Аж пар речи потеряла. У меня, знаете, ребенок выучил фразу «У меня нет слов». Он теперь... Я не в курсе, у меня нет слов. И еще второй карандашик покажу. Это Super Shock от Avon. Гелевый он. Я его как-то давным-давно показывала. Он такой хаки. Очень он мне понравился. Просто суперский. Он тоже перламутровый. Он очень мягкий. Наносится одним движением. И он, кстати, неплохо растушевывается. То есть, если нужно какие-то там сделать дополнительные подтушевки или движение кисточкой там продлить его немножко. Все. Это отлично. И он хорошо держится. Для двойки моих теней от Пупа же номер 13, по-моему. Да, номер 13. Вот этот вот хаки. Очень и очень неплох. Так, консилер. Показываю все подряд. Вернулась я к Маку. NW20. Вот такой цвет. Так. Румяна. В румянах что-то там я... Ну, бронзер показывать не буду от Диваж, который я купила. В принципе, я им совсем немного пользовалась. Вернулась я вот к таким вот румяном номер 24. Номер 24 от Art Deco. И очень-очень они похожи на вот такой вот клиник Fresh Bloom. Видите, у меня пробник. Очень они похожи на Fresh Bloom. У меня уже, видите, он у меня падал, разбивался. Я его восстанавливала. Практически один в один идут. Эффект. Может, они в упаковке отличаются немножко, но на щечках они очень и очень похожи. Вот так выглядят. Очень похожи. И как-то я то теми, то этими пользовалась. Ну, в общем, ничего нового. Тушь. В этот раз тоже Art Deco. All in One. Маскера. Volume Styling Long Lasting. Вот насчет Long Lasting, то есть стойкости, я вообще не уверена. Тушью, конечно, пользуюсь и буду пользоваться, но я ей очень недовольна. Она отпечатывается почему-то вот по краю верхнего ресничного века, то есть по линии подводки. Я не знаю, откуда это образуется. То есть вообще обычно, если тушь отпечатывается, она отпечатывается на верхнем веке. А эта тушь отпечатывается вот ближе к краю, так напрягает вообще. То есть тушь я, правда, советовать никому не буду. Мне ее посоветовали в магазине, как очень-очень хорошую. Да, она неплохо разделяет, то есть она неплохо прокрашивает ресницы. Вот сейчас она у меня на ресницах. Но мнение мое вообще троечка. Вот троечка и троечка. Не знаю. Не нравится, не понравится. Редактор субтитров А.Семкин